всем привет сегодня мы будем ремонтировать стиральную машинку висл 82 от indesit проблема ее такая что развалилась что-то то ли подшипник то ли уже крестовина но мы будем смотреть сейчас разберем эта машинка моя взамен ей я купил бушную висл только 102 на на 5 килограмм это на четыре с половиной и у этой отжим 800 оборотов у той по 3000 но там вроде как помощнее и проблема в той машинке было вот в замке замочек отломанная крышку снял со своей машинке пока поставил туда она работает вот а моя пока в разборе проблема здесь заключается в том что бак не так просто разобрать здесь баки запаяны ну как запаяны склеены две половинки чтобы разобрать приходится бак распиливать вот так пилить я буду вот такой вот ножовочкой уже проверено как-то пилил вот сейчас мы будем пробовать срез получился хороший заняло это у меня минут десять наверно в общей сложности и так ну сейчас будем откручивать шкив машинка это проработала уже 12 лет она 2007 года выпуска вот по моему или с восьмого или с седьмого года она у нас так она уже тут конечно порядком подросла но у меня есть кислота ортофосфорном или это все обработаем сделаем из нее человека так сказать ну вот друзья вот что мы видим такая вот прелесть но она в принципе в любой машинке который какое-то время поработало да вот отсюда у нас был крохот вот мы видим что из-за люфта уже бился барабан а бак немножечко не бился тёрся вот он сальничек его нам подшипник мы слышим совсем подшипник который стоит ближе к шкиву у нас 202 подшипник который стоит ближе к барабану 203 вот мы видим их не разницу размеры сальника 22 40 на 10 значит вот эти три детальки нам нужны для ремонта сейчас мы поедем их искать ну что все у нас готово к сборке купил я сальничек купил подшипники новенькие все это дело обошлось мне в 1200 рублей отмыл бак отмыл все остальное также барабан снял все-таки крестовину потому что бывает такое в машинках когда вот это вот вот этот вал просто отгнивает так как у нас крестовина стоит этой стороной к баку вот здесь все забивается грязью накипи и она благополучно гниет сейчас мы установим сразу лопастяк тоже их поснимал чтобы все это дело перемыть перечистить вот и приступим уже к сборке установки подшипника а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бак у нас, в общем-то, готов к склеиванию. Буду клеить вот таким вот герметиком. Это шовный герметик автомобильный. Уже на практике он себя показал очень достойно, поэтому будем клеить именно им. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Убеждаемся, что герметик по кругу весь выдавился равномерно. Везде есть прижим по всей плоскости. Это хорошо. Вот здесь, правда, кармашек под присостат я немножечко еще промазал, засомневался в его герметичности. Но в остальном все. Оставляем бак немножечко подсохнуть. И можно продолжать сборку. Все, отлаживаем бак в сторонку, пока он у нас высыхает, мы можем приступить к раскидыванию проводки по корпусу, ну и установке того, что можно поставить без бака, например, помпу, ту же проводку. Все остальное у нас также подготовлено. Амортизатор у нас в неплохом состоянии. Помпа отмыта, как новенькая. Все стекло, двери, все остальные детали машинки. Все было тщательно отмыто с кислотой. Вот оно все вот так выглядит. Такое все чистенькое, как новенькое. Приятно работать, приятно собирать это все. Также отмыт и подготовлен корпус. Уплотнительная резиночка. Сам корпус изнутри в очень даже неплохом состоянии, хорошо сохранился. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Ну вот, работает она на всех режимах Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так что за 1200 рублей мы получаем почти новую машину Всем пока!